Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Золотого Таро. Сегодня мы смотрим такой, знаете, расклад. Если кто-то слышал, у нас есть такой в России, скажем так, как прикол, который так звучит, я девочка, я хочу цветочки, я хочу колечки и вина с сыром. Три бутылки. Итак, на что он готов ради вас? Будет ли он выполнять ваши капризы? Ну, здесь такая прямо любовь большая. Любовь любовная, я бы так сказала. То есть он хочет знать о вас все, ему нравится у вас все. Он любит ваш голос, он любит движение головы, ему нравится, как вы говорите, как вы смеетесь, как вы что-то преподносите. То есть тут прямо такая большая любовь. Постоянные какие-то у вас ссоры, споры, бывают какие-то жуткие конфликты, практически, да, драки из-за непонимания. Но тут такой момент, что он вам постоянно делает предложение. Вы его посылаете, а он со своим предложением. Здесь будут какие-то перемены. Эти перемены, знаете, как они такие, то есть вы ему уже навтыкали столько мечей. Это может быть как магическим путем, так и, допустим, скандалами, да. И вы тут тоже как бы поменялись. То есть ваши отношения немножечко сейчас как будто бы трансформировались. Так, готов он на союз с вами. Но пока не переходит на новый уровень отношений, да. То есть он готов, он вас к этому сам готовит. Но пока сидит в каких-то таких теплых, хороших воспоминаниях, когда все начиналось. Все идет к семье. Все идет к семье, где вы ни в чем не будете нуждаться. Здесь будут и собаки, и лошади, и кошки, и львы, и леопарды. Все что угодно, да, как бы совместно нажитое имущество. Вот, и он переживает, он думает, как это все сделать, как это сделать правильно. Так, смотрите, он вообще на самом деле такой манипулятор. Но он же доманипулировался до того, что сам загнал себя в какую-то депрессию, что его ничего не радует, и вас загнал, да, что вы уже начали посматривать на другого. То есть он играл, играл и доигрался, да. Сейчас он достаточно сдержан, терпелив, довольствуется малым, то есть не манипулирует вами. Он старается уже действовать и вести вас к гармоничному браку. Все, то есть он уже наманипулировался, наигрался, понимает, что заигрался мальчик, да, и старается вести вас конкретно к гармоничному браку. Так. Ему ясно и понятно, что вы его судьба. Что он хочет вас заполучить. Что прошла такая трансформация, да, что, знаете, одним флиртом и словами о любви ничего не добьешься, да. Здесь нужен такой шанс, такой конкретный, дойти к победе. То есть пришел, увидел, победил. То есть вот у него сейчас задача, то есть у него пришли такие осознания. Он достаточно ресурсный человек и может дать вам очень много, да, но в душе, походу, маленький ребенок. Будет он действовать. Но он будет так интересно действовать. Несмотря на чувства и эмоции, он будет немножечко отходить в сторону, будет там что-то себе в голове складывать, да. Ему очень сложно и трудно, то есть как бы эмоции зашкаливают. Ему иногда какая-то передышка нужна. Потом он будет успокаиваться, восстанавливать свою нервную систему, опять брать какие-то паузы. Но знаете как, здесь такое, ему нужно сделать выбор определенный. Он его сделал и он как сильный мужчина, император, несмотря на то, что он самодуру не меняет своих мнений, ему приходится осознавать свои ошибки. Так, сейчас он будет у вас достаточно сдержан, немногословен. Высшие силы ведут вас к браку. У вас переходный период на брак идет. Везде старшие арканы. Вы в результате получаете свой урожай. То есть вы добьетесь того, чего хотите. То есть все, что вы просили, цветочки, колечки, вина, три бутылки с сыром, все вы здесь получите. Даже больше, да. Вы победите и получите то, что вы хотите. То есть в принципе он готов для вас на все, несмотря на сложности и трудности. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный и мы рассмотрим вашу ситуацию.